Приветствую вас. Не знаю, можно ли отвечать вам на вопрос или нет, потому что вообще-то нам запрещено давать ответы людям, которые посещают мысли о самоубийстве, но у вас это вроде бы не остро, поэтому я попробую вам помочь, надеюсь, что мы ответственно не заблокируем. Знаете, вы не задали, собственно, никакого запроса в своем письме, то есть, собственно, запрос. А в чем мы вам помочь-то должны? Что вы хотите сделать? В принципе, 35 лет это возраст, когда, ну, если не совсем прямо уж пора что-то в своей жизни менять, то уже очень-очень-очень нужно. Вы знаете, поскольку вы не задаете ни одного вопроса, ничего не спрашиваете, то пойдем по порядку. Во-первых, так, как сложилось так, что 35 лет, при условии, что вы директор, у вас нету друзей и нету своей жилплощады, как я понял. То есть, условно говоря, что мешает вам приобрести эту самую жилплощадь на данный момент? Вот, конкретно сейчас, что мешает вам это сделать? Если вы работали, работали вы, я думаю, не первый день, не первый год даже, я думаю, то, соответственно, как так случилось, что вы не смогли отложить ресурсов на покупку своего жилья? Как так получилось? Это первый вопрос, который у меня появился, когда я прочитал ваши сообщения. Следующий момент, который мне, ну, который меня достаточно интересует, это вот то, что в 35 лет у вас нет семьи, нет, как я понял, значит, детей, наверное, нету даже девушки. А, значит, то, что у вас нет того всего, а вас, как, ну, видимо, устраивало, и вас это все устраивало, видимо, до определенного момента, а потом перестало. Вот, вот если я правильно вас понял, то все абсолютно так, то есть вас перестало устраивать то, что вы сейчас имеете, перестало это устраивать. Вот давайте подумаем, с какого момента вас это устраивать? Почему? Что подтолкнуло вас к тому, чтобы начать что-то менять в своей жизни? Что подтолкнуло вас к тому, чтобы начать стараться что-то исправлять в своей жизни? И, собственно говоря, какие у вас есть, ну, по вашему мнению, хотя бы, возможности и средства для этого, то есть на что вы готовы? Потому что очевидно, что если у вас за 35 лет не появилось ничего, ну, как я понял, своего, да, то здесь, ну, имеют место сложившиеся, устраившиеся поведенческие модели, которые вам и не дают это сделать. От сути дела. Не дают вам реализовать эту вашу ситуацию. И вот с этого нужно начинать решение ваших проблем с этого. То есть с пониманием того, какие установки у вас не отвечают вашим желаниям. Какие ваши установки, какие ваши поведенческие нормы, они позволяют вам добиваться достигации того, что вы хотите ходить. Это, значит, очень важный элемент, очень важное дополнение к тому, что я сказал чуть-чуть разное. Дальше. Вы, наверное, хотите знать, почему у вас появились мысли о сути. Да? То есть, что, вот, подвигло вас на такие мысли, почему они у вас появились? Ну, во-первых, вообще говоря, у меня сразу хочу ощущение, что вы, вот, знаете как, вы жили, или если вы жили, то вы жили не для себя. Вы жили, вот, для кого угодно, ну, кроме, кроме себя. Вот для себя вы не жили никак. У вас этого вот нет. У вас. И вы настолько привыкли, видимо, жить не для себя, что уже по-другому своей жизни не представлять. А получается из-за этой ситуации то, что вы, по сути дела, значит, не выполняете свою роль. То есть, вы не реализуете себя как, ну, определенный социальный индивид. Вы не реализуете себя как собственник. Вы не реализуете себя как мужчина, как отец. Вы не реализуете себя как друг. И в каждой социальной роли, то есть, вашей роли как мужчине, вашей роли как друга, вашей роли как отца, есть проблемы. То есть, проблемы основаны на чем? На том, что вы по какой-то причине всего этого не достигли. И вот, мужчина как раз-таки понятен. А что же вам мешало? Что мешало вам реализовываться в этих социальных ролях? Я надеюсь, вы не будете спорить со мной в том, что, ну, когда-то друзья у вас были. Я надеюсь, вы не будете спорить со мной в том, что вы, наверное, и влюблялись. Но почему у вас не получилось содержать эти отношения? Вот этот момент мне очень интересен. И, значит, мысли о том, чтобы выброситься из окна, они стали посещать вас потому, по моему мнению, что вы поняли сами, вот сами для себя осознали, почувствовали, что реализоваться-то вы как раз не можете, не можете. Но нет у вас реализации. Из-за этого все вот эти вот негативные мысли у вас и появились. Наверное, несложно предположить, несложно догадаться, что проблемы раскроются либо в детстве у вас, либо в разном подростковом периоде, либо когда-то еще. То есть тут нужно анализировать ваши родительские отношения, анализировать то, как вы строите свои отношения с людьми. Ну и вообще всевозможностью всячески искать, где у вас проблемы. Потому что она есть, ее нужно только выявлять и решать, собственно говоря. Вот это, это, собственно, то, значит, что я вам хочу сказать. То есть мысли о суициде у вас, они потому появляются, что вы чувствуете себя нереализующимися. Вы чувствуете себя идущим не куда-то к своим желаниям, а куда-то к желаниям кого-то другого, не себя. Ну, не к своим желаниям вы идете, понимаете? И до тех пор, пока вы не будете ощущать вот чего же вы, собственно, хотите, до тех пор, пока у вас не будет такого понимания, чего вы хотите, для чего, почему и как, вот тогда, пока вы этого не будете чувствовать, вас и будут проблемы. Значит, что нужно сделать вам уже сейчас? Вот если сейчас вам нужно, ну, во-первых, побыть немножечко в уединении, это, наверное, самое главное. Побыть немножечко в уединении для чего? Ну, чтобы, вообще-то говоря, прислушиваться к своим чувствам. Чтобы, вообще-то говоря, лучше слушать себя, понимать себя, чувствовать себя. Чтобы отдавать себе отсчет в том, с чего вы хотите, чтобы, то есть, учиться слушать себя, это то, что вам нужно сделать теперь в первую очередь, сейчас. А дальше, дальше, последовательно, каждую из ваших, значит, социальных ролей вам нужно будет выполнять. Каждую из ваших социальных ролей нужно будет как-то реализовывать, в том числе и дружбу, в том числе и семейные отношения, в том числе и детско-родительские отношения, то есть, семейные-родительские, так правильнее сказать будет. А вот, в принципе, то, что вам можно сказать. В рамках единого ответа на этот вопрос, на ваш вопрос, нет никакой возможности вам помочь, потому что это нужно разбираться и помогать вам явно, значит, не в течение одной консультации, я бы сказал так. Дело здесь не в том, что я хочу завлечь вас или что-то еще, а дело здесь именно в том, что если вы хотите реально что-то для себя изменить в своей жизни, то нужно работать. И работа это достаточно серьезно. Вот так вот, одним ответом на один вопрос, даже не вопрос, а некую, знаете, некую постановку перед фактом, одним ответом это не решить. Нужна ваша история жизни, нужен анализ вашей жизни, чтобы понять, в каком месте, когда произошел сбой в ваших социальных представлениях, в ваших личностных представлениях, в ваших представлениях как мужчины. Как мужчины. Вот все это нужно разбирать. Ну и тогда, соответственно, будет какой-то результат. Тогда будет положительный результат, который можно будет использовать для того, чтобы вы начали менять в своей жизни что-то в лучшую сторону. Чтобы вы наконец почувствовали себя нужным, важным, значимым, удовлетворенным, счастливым. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.